Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Давайте приступим. Я сейчас ее письмо зачитаю. Итак, девушка у нас спросила совета. Здравствуйте, Галина! Хочу у вас попросить совет или даже рекомендации. Короче говоря, я познакомилась с парнем, и он турок. Я подрабатываю в такси в соседнем городе. Сама я живу, зато это закрытый военный городок. Приезжаю на заказ, садится он. И я сразу поняла по внешнему виду, что он не русский иностранец. И приготовилась к вопросам, так как очень часто мне их задают мужчины, особенно не русские. В общем, говоря, мы познакомились и всю дорогу разговаривали с ним по переводчику. Но по-русски он вообще не о Лене умеет говорить. Но тем не менее, я интуитивно понимала, что к чему. Он мне сразу предложил встречаться и сказал, что он работает здесь, и работать он здесь будет еще 10 лет. И все такое, в общем, бла-бла-бла. Ну, я девочка взрослая, мне 41, у меня четверо детей, двое уже взрослые живут отдельно, и двое со мной, 9 и 4 года. Я в разводе с 2005 года и не было серьезных отношений. Я не хочу, потому что я сама хозяйка своей жизни. Ему 38, то есть это 5 лет разницы. У него 4 ребенка, и с женой они давно не живут, но общаются. Я все это понимаю. Но для меня это не проблема. Они все же не чужие люди друг к другу, тем более столько детей успели нажить. Ну, в общем, мы начали встречаться. Все было супер, меня все устраивало. Он не жадный, водил в рестораны, заправлял мою машину, так как я всегда за рулем, и приезжаю к нему, если нужно за ним куда-то отвезти на работу и так далее. Короче говоря, он дал мне понять, что у него есть деньги, и я могу не волноваться. Но иногда я замечаю, что он смотрит, когда расплачивается картой, на сумму. Или проверяет, или боится, что не хватит денег. Почему-то я так подумала. В общем, вроде все хорошо. А знакомы мы с мая этого года совсем мало. Но я замечаю только одни плюсы в нем. Ну, были, конечно, моменты, но я их списываю на недопонимание. Зря вы их списываете. Моменты всегда важны. А так, на данный момент меня все устраивает, и его тоже. Был праздник у них Курбан-Байрам. Он уехал якобы на праздники. Для них это все очень важно, по его словам. Может быть. Но он мне каждый день звонил по видео, все показывал, где он с кем детей, жену показывал, других членов семьи. Но потом его направили по работе в другой город. И мы не виделись уже больше месяца. Общаемся также по видео. Он мне также все показывает, рассказывает, где он что. Предлагает приехать к нему в Московскую область, где он сейчас работает. Но вот про деньги пока тишина. Якобы я должна за свой счет прилететь. Это я так поняла. В разговоре с ним он как-то сказал, что с деньгами у него проблемы сейчас. Но просит меня приехать. И вот я начала задумываться, может он работает вахтовым методом и деньги отправляет в семье, пока на время, я у него, пока на время, пока у него есть работа в России. Надо же, не зря вы так думаете, да? Напрямую спрашивать и расспрашивать его я не хочу. Как мне быть? Я-то уже в голове строю планы насчет него. Какие планы у него? Я даже боюсь спрашивать. Куча восклицательных знаков. И вообще, есть ли будущее у таких отношений на расстоянии? И как тактично у него узнать о его планах на жизнь со мной? Блин, ну просто спросите, знаете. Галина, дайте, пожалуйста, совет, как вообще вести себя в такой ситуации, тем более с турецким мужчиной. У меня не было опыта общения с иностранцами, но мне нравится наше общение с ним. Для меня это так интересно и необычно. Он, кстати говоря, был паломником, показывал мне фотографии, где он в храмах, в одеждах. И мне нравится, что он верующий человек. Короче говоря, что мне делать и как поступить? Можете обсудить мое письмо в своих видео без проблем. Может, у кого-то похожая ситуация. Я только за. Но все очень просто. Спрашивать нужно у него, не у меня. А раз вы совета просите, я совет как психолог вам дам. Надо не жить под своим страхом. Мне страшно открыть рот, мне страшно спросить. Вы должны спросить саму себя для начала, а не его, а чего я хочу. Вы сказали, я уже строю планы. Какие планы? Зачем он вам нужен? У вас появляются планы типа серьезных отношений. У меня вопрос. У него жена на родине, четверо детей. Они вашим планам не мешают? Задумались, да? Я стала понимать, что возможно работа, то что он у себя на родине, у него там семья вся история. А я здесь пока у него есть работа в России. К сожалению, я не открою вам новости. Не скажу что-то. Вы просто в это пока походу еще не в теме. Но я вам скажу, что так очень многие мужчины, которые иностранцы приезжают на работу в другие страны. Я не про турков и про Россию, Украину и Беларусь. А вообще очень многие себе заводят какие-то романы, что-то обещают. Находят себе поход на полевую жену, с которой удобно. Которая решает его проблемы. Подвозит на машине, например, да? Роль такси выполняете. Вот. В общем, облегчает быт. Он же по-русски не говорит. Ему же трудно. И вы решали какие-то его определенные задачи. В общем, не прям я говорю, вы за него там шли, что-то решать, документы какие-то, помогать сдавать или еще что-то делать. Нет. Простой бытовой муж, так легче и удобно. Это приятное с полезным. Приятное использование. Я бы так это назвала. И вот о ваших планах. Если вы хотите планы, а боитесь сейчас открыть рот, а вы как с ним дальше жить-то будете? С иностранцем, который не улюбил, вы с ним по гугл-переводчику общаетесь. Вот если вы будете молчать, бояться продолжать и не задавать ему вопросов, у вас ничего не получится. Тогда будущего у вас не будет. Будет вами вертеть, крутить, как он хочет. Он будет вас выставлять дурочкой, говорить, что ты не допоняла. У тебя там, о, я тебе никогда ничего не обещал. И это будет чистой правдой. Потому что вы же вопросов не задавали. Вам же было страшно что-то спрашивать, правильно? Он этим воспользуется. Это его будет просто козырь в его картах, в его руках. И он ему скажет, дорогая, ты вопрос не открывала. А я думал, ты понимаешь. Я же тебе сказала, у меня жена, четверо детей. О разводе я тебе слова не сказал. Соответственно, да, я здесь временно, на 10 лет. Давай будем вместе. Он даже по сути вам это и сказал. О разводе слова там вообще ничего не прочитала. И по худанию даже, ну, он и не говорил об этом. Уже он не в разводе. Потому что он реально отправляет все деньги. У него финансовые сейчас проблемы. Он все в семье. Четверо детей и жена. Если он даже какой-то инженер. У него проект не... А он поехал зарабатывать деньги не от, ну, нужды. А по проекту его профессия такая, да, с переездами и так далее. А жену с четверо-мя-демами не потащишь за границу. Все, само собой, понятно, разумеющееся. Но все равно, жена, четверо детей. Это их прокормить надо. Естественно, все деньги туда уходят. Так вот, у меня, знаете, вам один совет будет. Вы же совет просили? Сесть понять, чего я вообще хочу. Каких отношений. Какие плюсы должны у меня быть, да? Любви, там, внимания. Чтобы на меня, например, тратили. Не был скупым, скупердяем. Тратил деньги. Или со мной абсолютно в равной позиции и так далее. Вообще, вы не знаете, чего вы хотите. Это ваша проблема. А потом уже посмотреть. Этот мужчина под эти требования подходит или нет? Я уже вижу, что нет. Он уже женат, он не разведен. И ваше даже желание не брака, а отношений вообще, серьезности там нет. Потому что сегодня-завтра политическая ситуация, экономическая. Закрыли проект. Он в один день может сесть и уехать. Его перевели в другой город, в Московскую область. А где гарантии, чтобы обратно в Турцию не переведут? Нет никаких гарантий. Понимаете? То есть, вот этого доверия, чувства защиты и надежности, он вам априори этот партнер уже не дает. Но чтобы вообще понять, что с ним может выгореть, если какие-то перспективы, вам никто не поможет. Ни психолог, никто за вас открыть рот и спросить у него напрямую не может. Поэтому у меня все очень просто. Вы поймете вообще для начала, для себя поймете, чего вы хотите, каких отношений не от него, а вообще от мужчин. В принципе, зачем вам сейчас мужчина нужен? Какие бы он ваши потребности, например, закрывал? Второе, подходит ли под этот образ, это лекало вот этот мужчина, который у вас сейчас есть? И, возможно, вы поймете, что не подходит. И тогда ваш страх о том, что мне страшно открыть рот, спросить, поинтересоваться, я как-то себя некомфортно чувствую, это делать не придется. Потому что вы уже будете знать заранее, а что спрашивать-то, если он мне не подходит? Мы просто, например, общаемся, идет как идет, у меня уже интерес вот этого спрашивает, отпадает сам с собой. Мне это неинтересно спрашивать. Потому что я знаю, что у меня с ним будущего нет, он мне не подошел. Вот и все. Но если вы чувствуете, что он прям отвечает вашим критериям, что он женат и с четырьмя детьми, вам нужен зачем-то, удобен, какие-то потребности закрывает, тогда придется открывать рот и спрашивать. За вас, если вы составляете отношения с человеком, с мужчиной, кто за вас это должен делать? Другой вопрос, о чем я боюсь? Я боюсь разочароваться, я боюсь услышать отказ, да? Я боюсь быть отвергнутой. Это другой вопрос. Это опять вопрос возвращается к вам. У вас какой-то пунктик, какая-то проблема в этой сфере. Я боюсь быть отверженной. Это уже, скажем так, ситуация, вопрос вашей психики, ваших личных, в общем, дебри, да, вашего опыта жизненного. Это тоже к вам, это к нему вообще не относится, если вы боитесь открыть рот. И вообще, в принципе, в отношениях боятся открыть рот, в партнерских отношениях, скажем так, в здоровых. Это не есть хорошо, потому что контакт, разговор, а-ля выяснение отношений, спрашивать, когда что-то тебе интересно, открывать рот, задавать вопросы. Это одно из составляющих счастливых, здоровых, нормальных отношений. Не открывает рот, например, когда мужчина патриохат, да, когда женщина в подчинительном, она находится в положении, когда, например, он гораздо старше или обеспечивает, я тебе даю, а ты рот свой не открываешь. Это определенные условия неравных, непартнерских отношений, он доминирующий с какой-то стороны. И тогда ты не открываешь рот, ты боишься, что тебя, например, накажут. Это такие вот нюансы есть. В общем, я думаю, вы поняли, куда ветер дует, как вам принимать решение, что нужно делать. Девочки, напишите в комментариях советы, возможно, ей дайте подскажите, как себя правильно повести, пока эта ситуация не зашла еще в такой прям уровень важный, да, когда уже очень будет трудно что-то решать, менять, принимать решение. Если вам нужна моя индивидуальная консультация, как психолога, я всегда в инфобоксе оставляю свою почту, пишите на нее с темой письма-консультация. Если вы хотите, вот так же, как автор письма-аноним, прислать свою историю для видео, тоже присылайте на почту, но в теме письма пишите историю. Спасибо за внимание, всем пока!